Доброго времени суток, уважаемые земляки! Разрешите мне от имени Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать всего самого наилучшего, самого доброго. Ну и, конечно, как это принято, подвести некоторые итоги нашей деятельности за прошедший год. Основные наши усилия в работе были сосредоточены, конечно же, на помощи нашим ребятам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Их отдельно поздравляю с наступающим Новым Годом, желаю им всего самого доброго, самое главное, живыми и здоровыми вернитесь домой. Хочу отдельно выразить слово благодарности нашей 38-й гвардейской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена СООРа 2-й степени, отдельной мотострелковой бригаде, которая выполняет сложнейшие боевые задачи и на протяжении, в том числе и этого года, выполняя эти задачи, ни разу не отошла без команды. Все задачи, которые были поставлены боевые, личным составом были выполнены. Огромное за это спасибо земляки, всего вам самого доброго. Как и принято, к концу года, наверное, надо подвести некоторые итоги, что же мы сделали, как помогли нашим ребятам, которые сегодня выполняют основные задачи. Я, извиняюсь заранее, не назову всех, потому как то количество людей, которые помогают, амурчан, различного уровня социального, их очень много, и я, конечно, кого-то забуду. Извиняюсь заранее перед всеми, кого не назвал. Организация Тэквондо, которую возглавляет семьяц Олег. Я хотел бы сказать еще о тех персоналях, на которые помогают, принимают участие, для того, чтобы те необходимые грузы были доставлены в зону специальной военной операции. Это и наши боевые друзья, выпускники ДВОКУ, особо отмечу ДВОКУ 78-го года, они каждый месяц обязательно приходят и приносят финансовые средства для того, чтобы мы поддерживали их. Я хочу выпускать ДВОКУ Дмитрия Котелкина, который постоянно тоже помогает нашей организации, для того, чтобы мы доставляли нужное имущество, и техника, и имущество, но я далее перечислю все. Конечно же, ветераны Федеральной службы безопасности, им огромная персональная благодарность. Пришли ребята-ветераны, полковники уже в возрасте старше меня, они пришли, максимум усилий приложили, для того, чтобы наши ребята на переднем крае как можно меньше испытывали проблем. Октябрьский район, хотел бы им благодарность выразить. Они собирают тоже персонально финансовые средства, в частности, экскаватор закупали, который мы и доставляли туда с Краснодона. Это на их средства, за это им огромное спасибо. Хотел бы выразить слова благодарности тем, кто находится на государственной службе, и нашему действующему губернатору, и губернаторы предыдущие, которые были там, и я имею в виду Козлова, и Кожемяка, которые тоже помогали и участвовали в помощи нашим ребятам. И, конечно же, нашему мэру города Благовещенска, имамею Олегу Гатаулычу, его участие всегда достаточно существенно, и его команды помогают. Вот эти шевроны, которые находятся у меня, в нашей бригаде, с удовольствием, ребята, не только в нашей бригаде, дальневосточники видят, ну, прежде всего, конечно, морчане, и с удовольствием берут эти шевроны, носят их с гордостью, что мы вот принадлежность к нашей малой родине, мы не подведем, мы выполним задачу. Не могу не сказать о тех волонтерах, которых достаточно много, и которые приносят к нам, в Союз ветеранов Афганистана, это имущество, перечисляют средства для того, чтобы мы их доставили. И это не только здесь, у нас на территории Амурской области, но там и в Ростовской области нам помогают, и в Крыму. Я хочу своим сослуживцам, с которыми я служил в Афганистане, сейчас они находятся в Крыму, мой водитель, пулеметчик, и тоже помогают Смирнов и Миронюк, и помогают нам доставкой грузов туда, чаще всего именно в нашу 38-ю бригаду. Конечно, хочу выразить таким предпринимателям, как Гайдук и Нюточкин, персонально Синькову Александру Николаевичу. Он находится на сегодняшний день, многие знают, в тяжелом положении, но его настрой, патриотические его команды и оказание существенной помощи нашим ребятам, в том числе автомобилями, это дорогого стоит, скажу. За это вам всем, уважаемые земляки, огромное спасибо. Отдельную благодарность хотел бы выразить моим помощникам, женщинам, которые проводят большую работу по сбору. Катя Павлова, у нее канал работает, и через этот канал мы много собираем. И она сама много была раз в зоне специальной военной операции, в Мариуполе, в Донецке, в Луганске, в Краснодоне, во многих местах уже побывала и доставляла, в том числе, ну, прежде всего, она, конечно, на медикаментах. Евсифеева Ольга, Павлова Ольга Олеговна, которая проводит тяжелейшую работу по сбору этой гуманитарной помощи, ну, много помогает. Вот очень откликнулись женщины на это, и им отдельное персональное спасибо. Все бойцы им благодарны за это. Сейчас у меня и Лена есть помощник, которая, она не только помощник у меня, как секретарь работы, но и как волонтер, много тоже собирает, и, прежде всего, тоже на медицине. Естественно, всем им огромное спасибо. Что же мы за этот год нам удалось, я так, в общих чертах, потому что все перечислять, вы понимаете, это сложно и много. Общие цифры, назову, нами поставлено в зону, естественно, специальной военной операции, более 50 коптеров, в том числе с тепловизорами, более 50 теплоков, где-то примерно около 40 монокуляров, более 40 биноклей, более 20 перископов, более 20 бронежилетов, 2 экскаватора, ну и из машин 2 патриота, 2 буханки, ТПК, транспортер переднего края, кто служил, те прекрасно понимают, о чем речь. В общем, в общей сложности 8 автомобилей доставлено нами. То, что я сейчас перечисляю, это все доставлено на линию боевого соприкосновения. Это никуда не в тылы, не в штабы, не в какие-то там базы, где там организовываются эти пересыльные пункты. Это все мы доставляем на передний край. И за это нас благодарят наши военнослужащие, которые выполняют вот эти серьезнейшие задачи. Тактическая медицина много, общая медицина. Я думаю, вы понимаете, что там не все люди молодые, и есть у кого-то хронические болячки, и ночуют люди, понятно, в полях, в окопах. И, естественно, сырость, грязь, зима, значит, все это, естественно, требует в том числе и вот такой общей медицины, которую мы тоже, естественно, по возможности доставляем в достаточно больших количествах. Так, если подведя общие итоги, как бы, как принято в тоннах, да, и километрах, значит, где-то грузов поставлено вот через нашу организацию около 50 тонн. А что касается финансового выражения, если это финансово, там и маскировочные сети в том числе, ну, много чего еще там, я все не перечислил, разумеется, где-то около 100 миллионов рублей. Я думаю, что это достаточно существенная помощь. Мы помогали не только нашей 38-й бригаде, мы помогали и 4-й бригаде ЛНР, мы помогали и нашей 155-й бригаде морской пехоты, 810-й мы были. Ну, это вот с Олегом Семенец, который возглавляет Тэквондо, мы там были в начале, когда Мариуполь, когда еще брали Азовсталь, это прошлый год. Но, тем не менее, хотел бы об этом тоже сказать, то, что люди не побоялись, поехали. Выполнили свой долг гражданский. Еще раз, уважаемые земляки, оморчали. С новым наступающим вас годом. Я думаю, что в этом году добьемся вместе успехов, вместе победим. И, конечно же, пожелаем нашим воинам вернуться живыми и здоровыми, выполнив все поставленные задачи. Мы понимаем, что Россия может жить только тогда, когда она сильна, когда она может себя защитить. Это нам показывает вся мировая практика, особенно после Второй мировой войны. Планы супостата во главе с Соединенными Штатами и Евросоюзом, так называемым, НАТО, об уничтожении России они никогда не отменяли. И слова Александра Третьего, которые прозвучали два века назад практически, и он сказал, что в России только два союзника, армия и флот, и все хотят видеть Россию только разваленной, повеленной, как источник их доходов. Наверное, ничего не изменилось. Поэтому всех еще раз с Новым годом, удачи, здоровья, всех благ, выполнение всех поставленных целей и задач. Всем семьям наших военнослужащих отдельно вам спасибо за воспитание своих сыновей, за то, что вы своих мужей, отцов отправили на фронт, и они сегодня на переднем крае выполняют тяжелейшие задачи. Продолжение следует...